Это выставка World Food 2022. С нами независимый эксперт рынка готовой еды Алексей Сошенков. Алексей, здравствуйте. Я знаю, что вы были спикером у нас на нашем мероприятии. Расскажите, о чем шла речь? Ну, была очень интересная сессия и удивило то, что такой большой высокий интерес публики и посетителей к рынку готовой еды. Хотя то, что обсуждалось, сошлись в общем мнении на том, что понятие рынок готовой еды настолько всеобъемлющий, что под него можно подвести любые категории продуктов, начиная от напитков, заканчивая готовыми обедами, блюдами, комбо-наборами и уходя уже в категории завтраки, обеды. Ну, то есть надо сказать, что рынок готовой еды, он нас сопровождает в повседневной жизни на всех этапах, поэтому очень приятно, что к этому вопросу такой большой интерес. И на сессии как раз присутствовали и представители ритейла, и представители производственных предприятий, поэтому очень интересно, что вот этот потенциал, он будет дальше развиваться. Я надеюсь, что те тренды, которые были заложены последние три года, когда пандемия нас приучила больше употреблять продукты через категорию онлайн, через доставку, через удобный сервис, люди почувствовали, научились этим пользоваться и не хотят отказываться от этих привилегий. Да, вот меня вначале удивило, когда вы сказали, что вас удивил интерес, хотя мне казалось, что последние годы действительно какой-то всплеск произошел на рынке готовой еды. Да, всплеск был и скорее всего, что с ростом конкуренции будет увеличиваться и количество предложений, будет увеличиваться, так скажем, специализация предприятий, которые выпускают готовую еду. То есть, скорее всего, появятся предприятия, которые специализируются на мононаправлениях. Возможно, что кто-то будет только суп выделать, кто-то будет делать только какие-то компоненты блюд. И уже появляются интересные предложения для производителей, для переработчиков, кто выпускает готовый еду. Появляется предложение, например, по очищенным овощам, по полуфабрикатам. То, что ускоряет, облегчает и гарантирует безопасность выпускаемой продукции. Поэтому этот рынок, он очень масштабный, очень такой всеобъемный, я надеюсь, что он будет развиваться во всех направлениях. Здесь же можно также упомянуть вопросы упаковки, что немаловажно для увеличения сроков годности и сохранности продукта. Сама форма упаковки, она тоже позволяет креативить с точки зрения создания продукта, креативить с точки зрения уникальности подачи блюда. Когда ты можешь раздельно какие-то вещи подавать, можешь делать комбо-наборы. Ну, в общем, интересное решение. Поэтому я очень рад, что, повторюсь, к этому есть такой интерес. И надеюсь, что он не остановится и со всех сторон он будет только поддерживать развитие данной категории. Значит ли это, что в дальнейшем нас, потребители, я имею в виду, ждет какой-то прорыв в этой области и расширение ассортимента каких-то известных нам уже лапши быстрого приготовления, условно? Что нас ждет что-то более лучшее, я не знаю, как это сказать, да, и больше по качеству, больше по количеству? Да, вы знаете, вот сейчас как раз выступали коллеги из ритейла, да, и есть уже интересные проекты в России, где доля готовой еды внутри магазина достигает 60%. А это означает то, что для этого нужно интересное предложение, которое может отвечать либо сезонным каким-то продуктам, да, либо это будет отвечать трендовым вещам, либо, как я уже сегодня упоминал, что очень много в ритейл приходит таких вот трендовых продуктов, приходит из фастфуда. Поэтому мы как производители всегда там обращали на фастфуд внимание, потому что они задают вот эти вот первые там тренды, если они там продолжают как бы пользоваться спросом среди там аудитории, среди твоей аудитории, которой ты понимаешь четко, чем она живет, для чего ты продаешь ей этот продукт, то я надеюсь, что эти вот тренды, они также перейдут и в ритейл на полку, когда люди смогут не только вообще пить, они смогут и в разных форматах приобретать эту продукцию. В итоге, как я понимаю, это должно нам всем облегчить жизнь, потому что готовый продукт, да, потреблять, конечно, быстрее, просто зачастую люди любят готовить что-то дома, но если он не будет уступать по качеству, то в целом зачем готовить, когда можно не готовить? Конечно, предназначение фабрик, оно и заключается в том, что мы освобождаем людей от кухонных обязанностей и забот, давая людям возможность больше заниматься саморазвитием, образованием, семьей, отдыхом. У нас прекрасный город, где можно великолепно проводить время практически круглый год, начиная от культурных мероприятий, заканчивая там природой, парками и всем остальным. А обязанности по домашним заботам возьмем на себя такие фабрики, возьмут, как наша и другие, которые появляются на рынке. И с учетом того, что их будет большое количество, за счет этой конкуренции будет только рождаться вот истина в качестве продукции, да, истина в том предложении, которое мы даем своим потребителям и которые за нас голосуют своим рублем. Ну что ж, Алексей, вы какое-то вдохнули веру в светлое будущее, я хочу сказать. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо.